Евгений Куйвышев 12 декабря поздравил жителей региона с Днём Конституции и вручил государственные награды президента Российской Федерации и губернатора Свердловской области, выдающимся уральцам. Российская Конституция за время своего действия стала реально действующим законом. Убежден, что опираясь на этот важнейший документ, мы сумеем претворить в жизнь все наши масштабные планы, дать новый импульс развитию Свердловской области. И наша цель – это сильная и конкурентоспособная экономика, безопасность и благополучие для всех категорий населения, развитие институтов гражданского общества. Лидер Свердловской области подчеркнул, что главный закон Российской Федерации провозгласил человека, его права и свободы высшей ценностью – охрану и защиту интересов граждан, обязанностью государства. Эти положения Конституции находят свое воплощение во всех областных программах, главной целью которых является повышение качества жизни уральцев. Депутат Государственной Думы, председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что День Конституции – это праздник не только юридического сообщества, но и всех россиян. Я прекрасно помню этот день, 23 года назад. Я тогда работал в Министерстве юстиции. Это для нас был, конечно, замечательный праздник. Мы очень к нему готовились и я рад, что на самом деле это праздник наш всеобщий. Очень важно, что этот документ зарекомендовал себя именно как универсальный документ. В нем нет таких вещей, которые нужно постоянно править, не нужно постоянно что-то изменять. Евгений Куевышев вручил награду президента Российской Федерации Орден почета коммерческому директору УГМК Холдинга Игорю Кудряшкину, отмеченному главой государства за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Почетная грамота президента Российской Федерации вручена водителю-испытателю Уралвагонзавода Игорю Пушкареву. Благодарность президента Российской Федерации слесарю-электромонтажнику УВЗ Алексею Баринову. Также глава региона наградил знаком отличия за заслуги перед Свердловской областью третьей степени генерального директора группы Синара Михаила Ходоровского. Торжественное собрание ко дню Конституции и церемония вручения государственных наград прошли на площадке Ельцин-центра. По словам губернатора, это место было выбрано не случайно. В музее Ельцин-центра показано во всем драматизме то время, когда зарождалась новая Россия. К сожалению, далеко не все россияне знают Конституцию, и многие артемовцы не исключение. Это приводит к тому, что они не могут понять, когда нарушаются их права, защитить их. Один из вариантов изменить ситуацию – глубже разъяснять старшим школьникам хотя бы основные статьи Российской Конституции. И в первую очередь это задача учителей истории и общества знания. Это поможет сформировать действительно правовое общество и развить чувство ответственности у подрастающего поколения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова